Привет, ребята! Это Мэтт Ковар и курс ConsulPaint.com. Сейчас я работаю над серией занятий по перспективе, которая будет скоро доступна для покупки. Пока что я решил выложить в свободный доступ несколько уроков по отдельным составляющим перспективы. Так вы сможете лучше представить, о чем будет будущая серия занятий. Давайте сегодня мы поговорим о связи линий горизонта и точки зрения. Вот здесь представлена одна из самых типичных ошибок начинающих художников. Видите ли вы, в чем эта проблема? Вы видите верх цилиндра. Он выделен голубым. И он выше линии горизонта. Такого не бывает. Давайте объясню, почему. Допустим, вы взяли за стола кружку или другой цилиндр. Вы держите ее перед собой. Если поднять кружку, то вы увидите дно. Если опустить кружку, то вы увидите вверх. Вы меняете точку зрения, с которой смотрите на кружку. Вы смотрите на нее либо снизу, либо сверху. Одно из самых основных правил линейной перспективы гласит, что если объект находится ниже линии горизонта, то мы видим его вверх. Если объект выше линии горизонта, то мы видим его вниз. Конечно же, нельзя одновременно увидеть и верх, и низ объекта. Давайте вернемся к первому примеру. Хотя объект выше линии горизонта, мы все равно видим его вверх. Если следовать линейной перспективе, то со своей точки зрения вы можете увидеть лишь переднюю стенку цилиндра, но никаким образом не его вверх. Чтобы вы освоились с линией горизонта и правилами перспективы, я подготовил для вас интересное задание. В примерах, которые я подготовил, вам нужно найти и добавить линию горизонта. И это не так просто. Давайте посмотрим, к примеру, вот сюда. У нас есть куб и пустота. Где-то должна прилегать линия горизонта, и нам нужно понять, где именно. Если вы работаете на бумаге, то вам будет нужна линейка. Если вы работаете в фотошопе, то просто используйте инструмент Line, линия. Я использую инструмент Line. Мне нужно найти две параллельные линии на этом рисунке. И мне нужно продолжить эти линии в пространстве. Видите, где они пересекаются? Точка пересечения находится на линии горизонта. Вот давайте я через нее и проведу прямую, которая будет линией горизонта. Если хотите проверить себя, то можете повторить то же самое с двумя другими линиями объекта. Вот я использую две линии с верхней стороны объекта. Давайте посмотрим. Как видите, они пересекаются примерно в той же точке. Мой рисунок вообще далек от идеала, поэтому могут быть и огрехи, но в общем-то мы все сделали правильно. Когда вы смотрите на рисунок, линия горизонта делает его более стабильным и устойчивым, чем просто пустота. Линия горизонта дает зрителю ощущение объема и дистанции. В этом примере я определенно смотрю на объект сверху вниз. Моя точка зрения находится высоко наверху. Насколько выше? Действуем по старой схеме. Давайте снова продолжать линии в пространстве. И они пересекутся в некой точке. В этом случае точка пересечения вышла за пределы листа, она где-то на столе, но это вполне допустимо. Это просто значит, что линии горизонта находятся за пределами изображения. Это случается довольно часто. Вообще диапазон точек зрения довольно ограничен, поэтому очень часто линии горизонта находятся сразу за изображением. Вам нужно скачать лист с упражнениями и добавить к рисункам линию горизонта. В каждом примере есть объект, но нет линии горизонта. Вы можете выполнить работу и на бумаге, и при помощи карандаша и линейки, и в фотошопе при помощи соответствующего инструмента. Ваше дополнительное задание – проделать то же самое с разными фотографиями. Если найдете фотографии с длинными прямыми линиями, особенно будут хороши фотографии зданий. Уменьшите их, чтобы у вас было много свободного пространства, а затем продолжите эти линии. Конечно, перспектива не всегда легка для понимания, но один из самых эффективных методов приблизиться к ее пониманию – разобраться с линией горизонта. Если использовать ее как ориентир, то вы станете совершать куда меньше типичных ошибок. И если вы хотите узнать о перспективе больше, то и скоро должны выйти два видеокурса, посвященные этому вопросу. Не пропустите их. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.